Всем привет! Часто будущие мамы сталкиваются с финансовыми трудностями. Вы хотите все сразу для вашего малыша, но у вас ограниченные финансы? Вы хотите для него самую лучшую коляску, кроватку, стульчик, но вы не помещаетесь в семейный бюджет? Вы обратились по адресу. Я Анастасия, мама двухлетнего Дениски, вы на канале BabyGo и сегодня с удовольствием попробую вам помочь. Сегодня хочу рассказать вам о том, как одеть новорожденного с минимальными затратами. Что, по моему мнению, точно нужно, а без чего спокойно можно обойтись. Будущие мамы, мамы, бабушки, тети, да и вообще все женское население, попадая в детский магазин, теряет голову. Готовы вынести всю малышковую одежду, ведь она такая милая и забавная. Но это совершенно ни к чему. Новорожденные очень быстро растут и скоро вся эта мимими одежда займет пока еще свободные, шкафы и другие места в вашем доме. На примере своего опыта хочу рассказать вам о том, что необходимо новорожденному на первое время. В первую очередь очевидно, что важно учитывать сезон, когда ваш малыш появится на свет. Чем теплее, тем легче одежда. Жарким летом вообще можно обойтись подгузниками или трусиками. Но теперь шутки в сторону. Давайте разберем необходимый минимум по сезонам. Лето. Что мы точно покупаем? Три бодика слипа для сна и более прохладной погоды. Футболки или песочники в количестве примерно пяти штук. Пинетки или носочки четыре пары. Один легкий чепчик, одна более теплая шапочка, царапки примерно три пары и ползунки в количестве примерно пяти штук. Если вы собираетесь пеленать малыша, то вам пригодятся пеленки и распашонки. Пеленки хлопковые, тонкие, на более теплую погоду в количестве примерно шести-семи штук. И на более прохладную погоду нужны байковые пеленки примерно в таком же количестве. И не забываем распашонки. Ну их нужно будет столько же примерно. Сейчас есть в продаже готовые пеленальные конверты. Они бывают на молнии или на липучке. Но хорошенько подумайте перед тем, как их приобрести, так как наш Денис с легкостью из него убирался. Отдельно отметь, что бодики и слипы, футболки, песочники, чепчики, носочки, пинетки, царапки, ползунки и одежда для пеленания пригодятся вам в любое время года. Денис сезон. В прохладное время года, помимо уже перечисленного минимума, вам пригодится комбинезон. Комбинезоны сейчас весьма разнообразны. Они с разными наполнителями, разных форм. Бывают комбинезоны, конверты и прочее. На такое одежды не стоит экономить, лучше выбрать известного производителя. Также рекомендую вам приобрести так называемый поддевы. Это флисовый или шерстяной комбинезончик. Если у вас есть талантливые бабушки, или вы сами хорошо вяжете, можно связать штанишки и кофточку. Зима. Многие для зимы покупают в коляску теплые меховые конверты. Но помним, что мы одеваем не коляску, а ребенка. Я считаю, что в данной ситуации лучше хорошо одеть малыша. Также не забываем, что нам нужна шапочка, можно шапочку-шлем, варежки, которые, кстати, можно опять связать самим, и носочки-пинетки. Отдельно хочу поговорить про выписку. Из заранее купленной одежды соберите комплект, который постирайте и погладьте. Ориентируемся на сезон. Мы выписывались в сентябре, и стояла достаточно теплая погода. На ребенке был подгузник, бодислип, чепчик и комбинезон мишка. В этом комбинезоне, кстати, мы гуляли до самого наступления холодов, и только потом перешли на теплый комбинезон. Сейчас очень популярные конверты для выписки, но, на мой взгляд, они недостаточно практичны, и можно спокойно без них обойтись. В исключение, дорогие мамочки, хочется вам сказать, что ни в коем случае не распыляйтесь. Половина вещей вам точно не пригодится. В случае закупки большом количестве сего и фрук подходите к одежде грудничков рационально. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем мамочкам, будущим мамочкам и малышам желаю крепкого здоровья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Здесь вы найдете полезные видео о развивающих играх с малышами, о том, как сэкономить, но при этом не ограничить тяжего ребенка, и полезные советы по воспитанию. Оставляйте свои комментарии, мы обязательно на них ответим. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok